Возраст зрелости, трудовых побед и свершений. Одно из крупнейших предприятий региона, Волжский трубный завод, отметил свое 40-летие. Накануне профессионального праздника лучшим работникам ВТЗ были вручены ведомственные награды и благодарственные письма от городских и областных властей. К Адмио-Металлургу были приурочены также спортивные соревнования и творческие конкурсы среди заводчан. А завершился праздник массовыми гуляниями в парке «Гидростроитель». Обо всем этом в нашем следующем материале. ВТЗ «Металлургический гигант» с 11-тысячным коллективом всегда отмечает свой профессиональный праздник масштабно. На Волжском трубном эта традиция – ровно как и работать от души. В канун Дня Металлурга лучших работников завода чествовали на торжественной церемонии, где были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от трубной металлургической компании, администрации региона, областной и городской дум, Министерства промышленности и торговли. Всего около 600 трубников к своему профессиональному празднику были удостоены наград различных уровней. Двое заводчан получили звание «Почетный металлург». Пятеро – серебряные медали, заслуженный работник Волжского трубного завода. Самой высокой наградой ВТЗ – золотой медали – был удостоен Анатолий Иннокентьевич Филин. Начинал я работу в ТПЦ-3 в 89-м году. Приехал мастером. С мастера дарился до замначальника цеха по трубоотделке. Изготавливали одни из первых резьбы, премиальные резьбы специально основные. На Волжском трубном немалое количество сотрудников с большим стажем, а также трудовых династий. Семья металлургов – это уже практический бренд. И именно так назывался один из конкурсов, который прошел в рамках профессионального праздника трубников. Его участники пели, танцевали, рассказывали о себе. Победила семья Бондаренко. Они не только профессионально связаны с трубным заводом. Их семья родилась тоже в День металлурга – в 1999-м. Леша закончил институт, я еще училась. Устроилась на трубной, естественно, мы поженились. Все было в один год. Для детей-заводчан был организован отдельный конкурс. Малыши рисовали поздравительные открытки с днем рождения предприятия. В семьях волжских металлургов любой ребенок может объяснить, где используются трубы. На заводе делают трубы, чтобы по ним вода текла. Чтобы вода попадала к нам в дом. Мы мыли руки. В минувшее воскресенье все концертные и спортивные площадки городского парка «Гидростроитель» были заняты для праздничных мероприятий волжских металлургов. На торжестве не было, пожалуй, лишь тех, кто в этот день работал в смене. Большая семья трубников завершила праздник по выступлению волгоградских артистов. И даже песни в этот день были на профессиональную тему. Люди близкие и родные, мы стали лары России. Мы имена великие, нашу дружбу разрушить нельзя. Светлана Олегбарова, Елена Мурмилова, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».